знаете всегда вот есть такие маленькие можно подарить подарок кому-то их тоже можно использовать вот и поэтому оставшие остаток значит вот этого материала вот эти красок я сейчас попробую сделать хоть какой-то рисунок почему бы не сделать и сейчас я попробую слить оставшийся материал чтобы не выбрасывать и такие картинки тоже они могут идти в подарок могут мы добавляем такую краску черные черные можно мешать как хочешь собственно говоря с растворителями краски меньше смешивается а вот вода и пва и акрилик он больше растворяется поэтому работать конечно спела я видела многие работы на пва я вам скажу действительно очень нужно пропорции строго собой отмекается что спела работать намного труднее намного труднее чем значит с настоящими растворителями там просто как говорю потому что я тоже пытаюсь найти свою идеальную формулу знаете как пол химиков нужно найти свою идеальную форму наверное хватит этого вот и мы можем просто я вот делаю вот так и вот так и вот так не хочу слишком мешать и мы сейчас попробую не знаю хватит нам на 2 ну в принципе можно сделать мой любимый свой то есть завитушки вот цветушки поставим пока что и вот эти тушки больше красного и белого да поэтому я просто вот осталось немножечко еще по краям добавлю на это рисование уходит много много уходит но этих всяких вот таких кружечек поэтому если у вас есть старый контейнер чего-то от йогурта от сметаны вот можете пользоваться и вот смотрите ну теперь как говорится мы можем поработать немножечко разливать и это можете подарок кому-то почему нет можем подарок кому-то это не самое ну вот пока что я ничего делать не буду и чтобы нам сильно не запачкать я прямо вот так поставлю и займусь вот этой вот смотрите получилась такая вот штучка тоже опять прогибается это не самое лучшее полотно просто я говорю как есть но на нем тоже испытывать очень удобно испытывать различные смеси изучать как раз хотя бы видеть эту маленькую вот хотя бы ведь реакцию то есть как как краски растекаются вот даже здесь уже формируются клеточки вот и в принципе вы знаете это как раз хорошая учеба вот мы теперь самое интересное что значит вот эти клеточки они появляются можно ждать то есть появление силикона может быть более позднее и ранее и вот смотря здесь на какого размера клеточки вы хотите поступить получить мы получаем об этом я расскажу в другом уроке видите как интересно получается это один рисунок чуть-чуть сейчас проявится с этой стороны вот мелкие видите они проявляются в принципе все таким образом вот у нас как бы два подарочных варианта вот так что потом все покроется лаком вот один вариант и вот второй вариант просто на память кому-то можно подарить вот можно вообще поставить на стол письменный естественно что когда это высохнет немножко будет другая картина ну как бы не такой блестящий но блестящему потом можем сделать с помощью лака с помощью эпоксидной смолы вот на этом пожалуй этот урок закончится том письменные и